Друзья мои, всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как не стать жертвой манипуляции ближе дальше. А также, что делать, если вы понимаете, что вами манипулируют, но сделать абсолютно ничего не можете. Считайте, что это видео такая подробная пошаговая инструкция, как отпустить человека и выбросить его из своей головы. Все вы знаете про такую манипуляцию, как ближе дальше, и самое дурацкое видео на моем канале этому подтверждение. Это когда вас то любят, то не любят, независимо от вашего поведения. То есть поведение манипулятора абсолютно не соответствует вашему поведению. И у вас на этой почве возникает внутреннее копание в себе. Вы ищете, что вы сделали не так, как вернуть все ваши взаимоотношения, что написать, что вообще предпринять в этой ситуации. И чем больше вы об этом думаете, тем больше вы впадаете в зависимость от человека, тем больше раскачано ваше эмоциональное состояние, тем хуже вы себя чувствуете. И, естественно, тем больше и желаний становится манипулятор. Кстати, очень многие писали, что на них эта манипуляция не работает. Но я вас уверяю, она работает на всех. Или вы просто в своей жизни не встречали умелого манипулятора, или после нескольких неудачных опытов вы уже у себя выработали четкую стратегию, как нужно действовать в такой ситуации. Кстати, ученые проводили эксперимент, делили щенков на три группы. Первую группу постоянно гладили, тискали, носили на руках. Вторую группу щенков игнорировали. А третью группу щенков то игнорировали, то гладили, то носили на руках, то опять игнорировали. Как вы думаете, какая группа щенков была более привязана к своим хозяевам? Ну, я думаю, всем понятно, что третья. Да, мы все знаем, что это такое, но мы не всегда можем справиться с этим самостоятельно. И мне очень многие люди писали, что я вроде понимаю, что мной манипулируют, но сделать с этим ничего я не могу. Я не понимала, ну как так, ну все же понятно, что надо делать. Забудь человека, не разговаривай, не общайся с ним, не думай о нем, живи себе дальше и радуйся. Вот и все, все решение. Но недавно я сама столкнулась с такой манипуляцией, направленной в мою же сторону. И оказалось, на практике все не так легко. Вы знаете, что отношения не являются топ моей ценностью в данный момент, но я все равно периодически хожу на свидание, общаюсь с мужчинами, и вот один мужчина после нескольких свиданий решил вдруг заморозиться. Я поняла это сразу, но я не сразу могла остановить свои мысли. Я начала думать, а что я сделала не так, а чтобы мне ему сейчас написать, чтобы такого сделать, чтобы вернуть интерес к себе. Плюс меня очень волновало, как же так, почему же ко мне, моими же методами. Я же вижу это все, я же понимаю. Кстати, это все хейтеры, которые мне по тем видео писали, что прилетит мне бумеранг-то за то, что я такие мысли распространяю на ютюбе. В общем, сижу я и думаю, что я же все знаю, я же знаю весь алгоритм, сейчас я его сделаю, мне быстренько полегчает, и все будет как раньше. Но оказалось немного сложнее, и поэтому дальше я вам расскажу пошаговую инструкцию, что нужно делать для того, чтобы избавиться от зависимости от человека, от навязчивых мыслей в голове. И первый шаг – это осознание того, что вас эмоционально раскачивают. Вообще осознание проблемы – это половина успеха на пути к ее решению. И как только вы поймете, что манипулировать человеком можно только таким, который сам позволяет манипулировать, то тогда вы поймете, что ответственность за вашу жизнь лежит только на вас, и только вам решать. Будут вами манипулировать или не будут. Поэтому на этом шаге вам нужно четко понять, что вы готовы взять ответственность за свою жизнь и решить эту проблему с тем манипулятором, который есть в вашей жизни. Дальше вы должны понять, сколько уже длится все это безудержное веселье. Если манипуляция продолжается больше, чем 2-3 недели, то в 99% случаев это ничем хорошим не кончится. Почему? Потому что подумайте, а с какой целью манипулятор вами манипулирует? То есть с какой целью другой человек делает то, что он делает? Действия могут быть как осознанные, так и неосознанные. Если это осознанные действия, то женщина, как правило, добивается цели, чтобы влюбить в себя мужчину, чтобы он больше ее любил, давал ей больше ресурсов, и в итоге привести его в ЗАГС. То есть она долго так манипулировать тоже не будет. Если это делает мужчина, и он делает эту манипуляцию осознанно, то, скорее всего, он преследует цель удовлетворения своих каких-то сексуальных желаний. Такой своеобразный пикап. И он тоже долго этим заниматься, промышлять не будет. Как только он добьется своей цели, он от вас отстанет. Но есть еще другая группа. Это неосознанная манипуляция. Когда она происходит? Тогда, когда человек не заинтересован в вас, то есть он не понимает, что вы какую-то ценность для него представляете, но он понимает, что, может быть, когда-нибудь вы ему чем-нибудь пригодитесь. То есть он вас просто не заинтересован, и поэтому он и ведет себя так. Это самая распространенная причина этой манипуляции. И не нужно строить иллюзии, что человек так ведет себя с вами, потому что он хочет, чтобы вы в него влюбились, потому что он любит вас. Нет, он вас не любит. Он просто себя так ведет. На этом этапе вам нужно разделиться с этим человеком. Позвольте этому человеку быть таким, каким он есть. Он может не любить вас, он может любить вас, он может ненавидеть вас, он может делать все, что хочет. Вот есть он, а есть вы. И если вы, еще раз повторюсь, не позаботитесь сейчас сами о себе, то дальше будет только хуже. На третьем этапе вам нужно понять, какую дальнейшую стратегию действия вы будете использовать. Или вы можете избавить свою жизнь от этого человека, или вы можете дальше поиграть с ним в игры. Скажу сразу, я считаю, что самое правильное, это просто оградить себя от общения с этим человеком. Потому что играть в игры по вашим правилам, как это происходит, это тоже очень легко. Вы должны просто выдавать не те реакции, которые ожидает от вас манипулятор. Манипулятор считает, что вы сейчас должны радоваться тому, что он идет к вам на сближение, а вы, наоборот, морозитесь. Манипулятор считает, что вы сейчас должны грустить, а вы радуетесь. И от такого несоответствия он также начинает думать, почему вы делаете не то, что он предполагает. И за счет этого он сам погружается в эту мысли-ловушку, и сам начинает очень много думать о вас, и сам же в свои же сети попадается. Но проблема в том, что если вы осознаете, что вы стали жертвой этой манипуляции, то, скорее всего, вы уже находитесь в таком эмоциональном статусе, который не поможет вам играть в эту игру. То есть вы просто не в состоянии. Это будет, во-первых, очень легко считываться, во-вторых, вы будете выглядеть очень смешным, а в-третьих, вы только усилите вот эту вот зависимость от другого человека, потому что будете постоянно думать, что вот я сейчас с ним вот так играю, потом мне надо играть вот так. То есть вы еще больше начнете о нем думать, и тем самым сделаете только хуже себе. Поэтому я советую всем использовать именно первый вариант. Это навечная заморозка. Это знаете, как такая игра. Давай поиграем в прятки. Ты прячешься, а я тебя искать не буду. Дальше мы переходим уже к конкретным действиям. Все наши действия направлены на то, чтобы перестать думать о человеке. И на самом деле это не так просто, как может казаться. Первый шаг – это вы должны занять свою жизнь какими-то очень интересными вещами. Вы должны делать то, что вас увлекает, и вы переключаетесь со всех своих внутренних диалогов на тот процесс, которым вы занимаетесь. Дальше вы должны активизировать другие свои социальные контакты. Вы можете сходить с кем-нибудь на свидание, вы можете встретиться со своими друзьями. Но не нужно со своими друзьями, опять же, обсуждать тему вот этого манипулятора и ваших взаимоотношений. Потому что тем самым вы только усиливаете все эти навязчивые мысли. Если у вас есть навязчивые мысли, то вы должны, наоборот, держать их при себе, а не разговаривать со всеми своими друзьями на эти темы. Потому что потом это даст вам только дальнейшую почву для новых мыслей-мешаний. Потому что вы будете думать, ага, вот моя подруга сказала вот это. Вы будете вроде думать, о чем вы поговорили с подругой, но опять же в контексте тех тем, на которые вам не нужно думать. Третья рекомендация, это составить список тем, на которые вам можно думать. И как только вы у себя в голове отлавливаете, что вы думаете про манипулятора и про вообще всю эту ситуацию, вы сразу переключаетесь на список тем, на которые вам надо думать. Очень хорошо помогает резинка, которую вы надеваете на запястье. И каждый раз, когда вы думаете о человеке, вы ее отдергиваете, и вам становится больно, и ваше подсознание тоже связывается мощным ягодом. Ягарем, что оно не хочет думать об этом человеке в контексте боли, и поэтому оно не думает об этом человеке больше никогда. У меня уже был опыт освобождения от навязчивых мыслей, и я носила эту резиночку, и сейчас, даже не надевая резиночку, как только у меня в голове вот эта установка, что об этом думать нельзя, у меня сразу такое ощущение, как будто меня кто-то бьет, хотя меня как бы никто не бьет. Попробуйте, может быть, кому-то поможет и такой метод. В общем, через несколько дней я поняла, что это, конечно, все работает, но работает очень медленно и не так эффективно, как бы мне хотелось, потому что мыслях я все равно или где-то в прошлом, или где-то в будущем, и нужно решать как-то ситуации, связанные именно вот с этими воспоминаниями и мечтаниями. Если вы находитесь постоянно в мечтах, в будущем, значит, вы не отпустили человека, значит, вы представляете, что у вас все-таки вы как-то встретитесь или что-то у вас там будет какое-то общее дело. Каждый раз, когда вы представляете будущее или планируете что-то, то есть у вас какие-то мысли про будущее, вы себе говорите, что это невозможно, этот человек никогда вам больше не позвонит, не напишет, вы сами никогда не напишете, и не надо практиковать, что вы ему ответите, придумывать эту фразу. Знаете, как в песне «Ума Турма» наконец-то я понял, что никогда ты не позвонишь и не скажешь, как скучала. Так вот, вы должны сразу понять, что человек никогда, никогда и еще раз никогда с вами больше не будет коммуницировать. Все, и у вас отпадет это будущее, вы не будете представлять так интенсивно все картинки, если мозг понимает, ну все, как бы нет такого человека, зачем мне представлять, что там могло бы быть с ним. Все, это с будущим вопрос решен. С прошлым воспоминанием, как только у вас возникают какие-то воспоминания, представьте, что у вас в голове, голова это такой телевизор, и вы можете регулировать там яркость, контраст и все остальное. И вот у вас как только появилась картинка с воспоминаниями, вы уменьшаете яркость, уменьшаете, уменьшаете, пока там на максимум не уменьшите, то есть оно черно-белое должно стать. И потом просто уменьшаете размер, то есть отдаляете от себя куда-то вот вдали, пока это не превратится в точку. И каждый раз, когда у вас появляется какая-то мысль о прошлом, вы уменьшаете яркость, отдаляете от себя, превратилась в точку, и начинаете думать на ту тему, список которых вы составили. Через несколько дней я поняла, что нужно еще добить, усилить весь этот эффект, применив технику NLP, которая связана тоже с субмодальностями. Я снимала отдельное видео на эту тему, я применила эту технику, и все, мне вообще прям очень хорошо полегчало. Как вы думаете, что произошло на пятый день? Все верно, манипулятор объявился. Но как вы думаете, что сделала я? Я не сделала абсолютно ничего, потому что цель всех этих манипуляций над своим сознанием, подсознанием, то есть вот эта вот работа над своими мыслями, но она действительно очень трудоемкая и отнимает очень много сил, даже, мне кажется, больше, чем что бы то ни могло другое быть. И я подумала, что я делаю это не для того, чтобы вернулся человек, чтобы он как-то обратил снова на меня внимание, а для того, чтобы мне было спокойно, счастливо и хорошо. И я не собираюсь снова раскачивать у себя эти эмоциональные качели. Этим видео я хотела сказать, что каждый из нас может стать жертвой манипуляции, что никто не защищен, и мы все люди, у нас у всех есть эмоции, у нас у всех есть какие-то инстинкты и гормоны. Также вы должны понимать, что ответственность за вашу жизнь лежит только на вас. И если вы захотите, если вы действительно будете беспринципно выполнять все эти мои рекомендации, то у вас все получится, и получится очень быстро, и вы не дадите себе впасть в еще большую зависимость от другого человека и позволяете дальше усугубить всю эту ситуацию. В общем, на сегодня у меня все. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Если да, то что там? Ставьте лайк. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.